В интернете появились записи разговоров, которые утверждается проводил именно Саакашвили. В одном случае речь о переброске мобильных зенитных комплексов, причем в Сирию, в другом дело может потянуть в Грузии на статью попытка государственного переворота. Антон Верницкий подробнее. Интернет-ресурс под названием «Украинский Викиликс» выкладывает уже не первую прослушку разговоров ныне одесского губернатора, а в прошлом грузинского президента Саакашвили. Где именно все происходит, не сообщается, но, судя по всему, в кабинете губернатора Одессы. На прием к Саакашвили приходит Давид Кизирашвили, бывший министр обороны Грузии, разыскиваемый там за хищение государственных средств в особо крупных размерах. Их разговор о спецоперации в Сирии, которая якобы одобрена Сенатом США и согласована с ЦРУ. Присаживайся, Давид. Подожди секунду, антипрослушку включу. Маккейн план подтвердил, все в силе, чтоб ты знал. С Сената США получим прикрытие. В Сирии надо ударить русских, а то, если русские и американцы основательно договорятся, Украину реально кинут. Если так пойдет, нам хана. Все надо ускорить в Сирии. Ты подготовил уже наших ребят? Да, все сделал. Сегодня полетят в Анталию и дальше поедут в Сирию. Они хорошую подготовку прошли и духом порвут все. Это наши кистинцы, крепкие ребята. Рамзана Мачиликашвили командиром поставили, все четыре его слушаются. Стреляют из любого оружия, ППЗРК, большие спецы и профессионалы. Они в ожидании конкретных инструкций. Значит, вся группа будет в Латакии, в зоне Аль-Нусра. Главное сбить самолет американцев. Очень крутой план получается. Американский самолет будет сбит русскими военными. Это скажет пленные, что сбили цель с ПЗРК. Прикольная сцена будет, весь мир заговорит. Потом этот состав перейдет в Хасаки. Это город в сторону курдов, и там разнесут курдский поселок. Русские все будут делать. А взамен курды с тингерами собьют российский самолет. Короче, в Сирии надо столкнуть американцев и русских, и турки будут благодарны. Они обещают сбунтовать крымских татар. Маккейн ждет наших действий. По-другому Обама не поднимет задницу. Скоро выборы и ничего не сделает. Видишь, Порошенко тоже начал вилять хвостом перед Путиным. О размахе операции, которую планировали участники, если исходить из того, что разговор имел место, говорит хотя бы тот факт, что в числе прочих прозвучала и фамилия министра внутренних дел Украины Авакова, когда Саакашвили позвонил его советнику Антону Герасченко. Здравствуйте, Антон. Наши ребята сегодня вылетают. Как там? Все готово? Аваков все переправил. Там по пять ПЗРК «Верба» и «Игла-С». Полная амуниция и экипировка. Большие зенитки в дороге. Как перейдут границу, ваш атаман, как его, аж шушани, встретит, и ребята будут уже в деле. Насколько история об этой попытке столкнуть в Сирии, Россию и США достоверно, судить сложно. Но то, что подобное развитие ситуации вполне вероятно, эксперты не исключают. Провокации такие организовать, хотя и достаточно сложно, но все-таки возможно. Учитывая, что выходцы из Грузии, в частности, так называемые грузинские чеченцы, которые в основном проживают в Панкийском ущелье, уже воюют на территории Сирии в составе бандформирования. И если им в руки попадет переносной зенитно-ракетный комплекс, это, можно сказать, откроет ящик «Пандоры» для различных провокаций. Не только против военных самолетов Соединенных Штатов, России, но и против гражданской авиации. Это очень опасная провокация, которая действительно может привести к развитию конфликта в совершенно непредсказуемом направлении. И я так понимаю, что Саакашвили события 2008 года ничему не научили, к сожалению. Аудиозапись разговора Саакашвили сайт «Украинский Викиликс» пока не публикует. Возможно, она появится позже, как произошло еще с одной прослушкой, опубликованной здесь же. Сначала была только расшифровка. Поэтому некоторые восприняли ее как попытку дискредитировать одесского губернатора перед выборами на Украине. Но позже появился и звук. На этот раз Михаил Саакашвили говорил о дестабилизации ситуации в Грузии, где возник конфликт вокруг телеканала «Руставе-2», собственники которого судятся уже не первый месяц. Запись, во время которой слышно, как Саакашвили то отхлебывает что-то из кружки, чихает. Датируется 19 октября. Во время этой беседы директор компании пожаловался на то, что может утратить контроль над каналом, если суд примет решение вернуть «Руставе-2» бывшему владельцу. На что Саакашвили предложил устроить революцию. Работайте по революционному сценарию. Вы должны оказать сопротивление властям при возможном захвате телекомпаний. Постройте баррикады. Именно забаррикадироваться и спокойно стоять несколько недель. Вы должны выстроить большие баррикады. Надо уже начать готовиться. Железки и так далее используйте. Постройте размером с тюремный забор. Затем несколько охранных пунктов поставьте. С финансированием проблемы у нас. Надеюсь, поможете? Какое финансирование? Это обычная война. Да, но элементарно нам нужно будет там что-то есть. Мы рассчитываем на неделю. Найдите боевиков, которые вас будут защищать, чтобы они смогли войти в здание, только применив оружие. Сегодня генеральный директор телекомпании, находящийся в оппозиции нынешней грузинской власти, попытался откреститься от идей Саакашвили, хотя и признал подлинность разговора. В первую очередь Саакашвили мой друг. Я прислушиваюсь к его мнению, однако не намерен выполнять его советов. Мы боремся лишь за свободу слова, мы не политическая партия, а телевидение. И наше дело снимать и показывать то, что происходит, а не оказывать силовое сопротивление. Одновременно с этим, по сообщениям все того же сайта украинский Викилик, Саакашвили встретился в стамбульском аэропорту с Гигой Бакири, бывшим секретарем грузинского совбеза, а ныне лидером оппозиционного национального движения. Речь шла о нападении на Николая Гварамио, которого Саакашвили ласково называет Никой, которого незадолго до этого призывал к революции и убийстве всего лишь для эффекта сотрудницы телекомпании. Они реально разнесут всех и вся, но одно есть, могут быть жертвы. Ну и что, пусть будут, это же лучшее. Чтобы Ника сильно не пострадал, пусть будет окровавленным, эффект не будет смотреться. Если женщину прибьют, женщину с ребенком, мать, это как раз что нужно. Подбери такую из коллектива. Эту тему взорвем как бомбу. Необходимо все зафиксировать на камеру. Гварамию сделаем героем, а убийство молодой мамы подымет весь народ Грузии. Твои ребята в масках должны незаметно исчезнуть. То, что разговор был, сам Саакашвили не отрицает, но утверждает, что выложенная запись – провокация российских спецслужб. При этом тут же из Одессы повторил свой призыв к сопротивлению. Защита Рустави-2 – физическое сопротивление, которое могут оказать обычные люди. Это прямая дорога по спасению грузинской демократии и свободы. Если мы хотим свободы, мы должны встать на защиту этой свободы. Власти Грузии уже отреагировали на эти попытки раскачать ситуацию в стране, пригрозив жесткими мерами в случае малейших провокаций. Поражает цинизм и равнодушие этих людей, в руках которых когда-то была наша судьба. Это еще один пример того, насколько они аморальны. Это люди, которые пытались захватить власть над телекомпаниями в Грузии, которые жили на средства бизнесменов. Те, кто сегодня старается внести смуту в наше общество, те, кто идет против государства или планирует какую-либо провокацию, я вас уверяю, они будут сурово наказаны. И сегодня же стало известно, что из Украины в Грузию наконец-то пришли документы, подтверждающие то, что Михаил Саакашвили принял украинское гражданство. По законам Грузии, запрещающим одновременно иметь паспорта двух стран, мечта процедура лишения нынешнего губернатора Одессы гражданства Грузии. Антон Верницкий, Римма Бюрулава, Екатерина Белова, Ярослав Зорин, Первый канал. И вот новость последних минут из Тбилиси. Нота по поводу высказываний Михаила Саакашвили передана в грузинском МИДе временному поверенному в делах Украины. Из главного. Призы Саакашвили расценены как вмешательство во внутренние дела Грузии и опасность для стабильности страны. От Киева ждут соответствующие реакции и того, что подобное не повторится, сказано в документе. Продолжение следует...